Привет, друзья! Нашумевшее выступление президента Российской Федерации Владимира Путина стало настолько популярной темой для обсуждения, что на этом поприще уже успели отметиться многие политические и общественные деятели страны. Однако на общем фоне смог выделиться скандально известный российский музыкант, а также лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, в прошлом выразивший поддержку проводимой Киевом братоубийственной войне на юго-востоке Украины. Так, благодаря своей внимательности он отметил на своей странице в соцсети Facebook то, что глава Российской Федерации в своем послании, рассказывая о новом вооружении России, которое призвано сдерживать потенциальных агрессоров от опрометчивых действий, трижды повторил, что мы никому не угрожаем и ни на кого не собираемся нападать. Однако при этом Макаревич решил осветить этот факт миролюбивых настроений РФ в своей интерпретации. Вспомним в данном случае и про Украину, которая лишилась Крымского полуострова в результате референдума, проведенного среди его местного населения. При этом лидер рок-группы попытался обвинить Российскую Федерацию в нарушении украинских границ, игнорируя тот факт, что крымчане сами приняли решение выйти из состава Украины и затем присоединиться к России, а российский президент лишь ратифицировал решение о принятии в состав страны двух новых субъектов государства. Мы какого отношения к себе ждем? Резюмировал свою мысль провокационным вопросом об отношении к России Макаревич. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok